От создания мира. Так называется сегодняшняя тема. И сразу хочу немножечко вас разочаровать, друзья. Откровение 13.8, текст, который взят за основу в этот день, мы можем прочитать его. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни, у Агнца, заклонного от создания мира. И вот эта мысль о том, что Агнец был заклонен от создания мира, взята именно из этого стиха, но, к сожалению, это не совсем точный перевод этого стиха. Лучше и правильнее было бы перевести его имена, не написанные от создания мира в книге жизни у Агнца, заклонного. То есть не Агнец, заклонный от создания мира, а имена, написанные в книге жизни от создания мира. Такова мысль оригинала. Ну, чтобы убедиться в этом, вы можете посмотреть на текст Откровения 17.8, где говорится «Удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его и явится». То есть мысль о том, что имена, записанные в книгу жизни от начала мира, от создания мира, она повторяется в книге Откровения вот дважды. И вот эта мысль о том, что Агнец, заклон создания мира, немножко необычная такая мысль, непривычная, и это правильно. То есть ее на самом деле здесь в оригинале скорее всего нет. Хотя некоторые пытаются переводить именно так, как в синодальном переводе, что Агнец, заклон создания мира. Но большинство уже современных переводов правильно делают, что они изменяют этот перевод, что не Агнец, заклон от создания мира, а имена, вписанные от создания мира. Но сути это не меняет, друзья. Это не должно нас сильно расстраивать, хотя автор делает на этом такой сильный акцент. Но есть тут еще тексты, которые говорят, выражают ту же мысль, но в других местах Священного Писания. Например, Деяние 2.23. «Сего, то есть Иисуса, по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». То есть Иисус был по определенному совету и предведению Божию предан в руки людей. Предведение Божие было о том, чтобы Иисус был отдан на смерть. И 1 Петра, 1 глава 19-20 стихи тоже выражает эту мысль очень ярко. «Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но и вившегося в последние времена для вас». То есть Иисус, как Агнец, был действительно предназначен еще прежде создания мира. Эта мысль библейская, она присутствует в Священном Писании, и это очень здорово. Друзья, на самом деле, вот сегодняшняя тема говорит о том, а что произошло от создания мира, когда Бог создавал наш мир, что было в его разуме, что было в его планах, в его замыслах. И вы знаете, что каждый из нас уже тогда был в замысле Божьем. В Ефесянам, в 1 главе, говорит апостол Павел, что «Господь избрал нас», это 4 стих, «Он избрал нас в Нем, во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». То есть, когда Бог создавал весь наш мир, Он в разуме Своем имел и каждого из нас, имея целью Своей усыновить нас себе. И дальше написано 5 стих, «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». То есть, и ты, и я, мы были в разуме Божьем, в мыслях Его, когда Он создавал наш мир. Он предполагал, что мир может пойти по иному пути, по пути греха, но Он предусмотрел Иисуса Христа как жертву за наши грехи, как агнца, который покроет все наши беззакония и вернет нас к Отцу Небесному. И в послании к Титу, 1 глава, 2 стих, апостол Павел также пишет, «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен». Бог прежде вековых времен обещал нам вечную жизнь. И таких текстов достаточно много в Священном Писании. То предназначение, то предопределение, которое было у Бога в разуме, когда Он создавал всю Вселенную, все мироздание, Он открывал также и детям Своими. Когда Адам и Ева согрешили, то им открылось, что в этой борьбе одержит победу Христос, и одержит Он эту победу ради нас всех. И Его жертва покроет все наши грехи, и Он вернет нас к Небесному Отцу. Когда Авраам приносил в жертву своего сына, готового принести, и вместо него он принес в жертву овна, то этот овен показал, что будет замена, будет истинная жертва, которая покроет все грехи, и не нужно приносить в жертву никого, и нам не нужно погибать. Жертва Христа, она спасает нас от погибели. Поэтому Он есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И как бы ни были жестокие жертвоприношения животных, как бы они ни выглядели ужасно, но ужаснее и более жестоким, чем то, что произошло с Иисусом, то, что сотворили с Иисусом люди грешные, просто сложно себе даже представить, что может быть ужаснее и более жестоким, чем то, что совершили с Сыном Божьим на Голгофе. Слава Христу за то, что Он принес себя в такую жертву. И я хотел бы несколько мыслей привести здесь, чтобы подытожить наши рассуждения. Во-первых, если бы в мире был только ты, то Иисус пришел бы и умер ради тебя. Это говорит о том, что Он любит тебя. Когда Бог создавал этот мир, в Его мыслях был ты, и в Его мыслях была жертва за твой грех. Это был Иисус. И если бы ты был в мире один единственный грешник, Иисус пришел бы, чтобы спасти тебя. Он умер бы за тебя. Вторая мысль. Если бы Иисусу нужно было еще раз прийти на эту землю, чтобы спасти тебя, если бы Его еще одна жертва могла бы что-то добавить к тому, что Он совершил, Он не задумываясь сделал бы это. Он пришел бы и еще раз умер за тебя. Он сегодня любит тебя точно так же, как любил в тот момент, когда умирал на Голгофском кресте. Его любовь неизменна. И сегодня она точно такая же. С такой же силой Он любит тебя. И третья мысль. Это то, что крест – это гарантия мироздания. Гарантия покоя в мироздании. Гарантия гармонии в мироздании. Но это доказывает то, что когда Бог творил наш мир, то Он предусмотрел этот путь избавления через крест Иисуса Христа. А значит, крест есть основа. Крест есть гарантия. И крест является гарантией твоего спасения. В кресте есть все, что необходимо для твоего спасения. Никакие твои добрые дела не добавят ничего к тому, что Бог показал на кресте. Та любовь, которую Он проявил, то принятие, безусловное, которое Он проявил на Голгофском кресте, продолжает простираться к тебе. Его благоволение простирается к тебе сегодня. И как разбойник на кресте попросил, вспомни обо мне, когда придешь в царствие твоем, и тут же услышал заверение, что да, ты будешь со мной в раю. То же самое заверение. Услышь, пожалуйста, сегодня и ты, дорогой друг. Тебе ничего не нужно добавлять к тому, что сделал Христос. Ты просто обратись к Нему и получи от Него обещание. И живи этим обещанием. Живи ожиданием того, что Иисус исполнит то, что Он тебе обещал. Никакие твои добрые дела не добавят ничего к тому, что Он сделал. Никакие твои злые дела не смогут опровергнуть то, что сделал Христос. И здесь, может быть, тебе эта мысль покажется необычной, но суть в том, что никакие твои грехи не могут заставить Бога любить тебя меньше. И если ты обращаешься к Нему, если ты просишь прощения, если ты возвращаешься к Нему, то Он всегда принимает тебя так, как в самый первый раз. Он всегда тебя принимает так, как будто ты никогда не грешил, потому что вся праведность Иисуса Христа отныне принадлежит тебе. Пусть Господь благословит тебя жить этой верой, смотреть на Бога и помнить, что Он смотрит на тебя через призму Иисуса Христа. Глядя на тебя, Он видит не просто падшего грешника, глядя на тебя, Он видит искупленного грешника, Он видит человека, который все равно, что прожил жизнь Христа. Праведность Иисуса Христа полностью является твоим достоянием. И это заслуга Иисуса, и мы по благодати можем пользоваться этой заслугой и предстоять перед небесами чистыми и неоскверненными. Доверяя Богу, мы можем позволить Ему преобразить нас и сделать все, что Он хочет и может сделать с нами, приготовить нас к небесам. Но главное, что наше спасение зависит только от веры в Иисуса. Пусть Господь благословит. Отец наш Небесный, мы благодарим тебя за это великое спасение, которое ты совершил, Господь. От создания мира ты любил нас, ты имел в мыслях своих нас, ты хотел, чтобы мы в этом мире жили счастливо. И когда грех пришел и вторгся, то ты уже предусмотрел заранее для нас выход. И выход этот в Иисусе Христе. Мы ничего не можем добавить к этому, мы ничего не можем убавить. Мы можем только с благодарностью принимать то великое счастье, знание тебя и жизни с тобой, которое ты предложил через Иисуса Христа. Слава тебе за это! Во имя Иисуса, Отец Небесный. Аминь.